Круто, весело, нестандартно. Именно так прошел финал Лиги КВН на Кубок главы Фурмовского района среди молодежных команд. Напомним, что он стартовал еще в апреле в составе 10 дружин веселых и находчивых. Но вот в итоговую игру вышли не все. 8 сентября свой юмор, молодость и задор показали всего 4 команды. Умственно усталые школы номер один, КМТС Хромцовского образовательного учреждения, наследники от 7 школы и студень Фурмовского технического колледжа. Очевидно, что ребята вышли в финал совсем не случайно. Во всех состязаниях, приветствия, конкурс одной песни, разминка – они были на высоте. Смена эмоций, выразительных средств, тем, настоящая борьба, наполненная легкостью и весельем, только подогревали публику. Уже давно для жителей Фурмовского района и его гостей КВН – это драйв, молодежный азарт и искрометность. Встречаем оркестр музыкального маразма! А когда на море кашка, и в шоке, и в шоке... Этой зимой большой проблемой для населения города стал гололёд. Многие были жертвами ледяной горки. Я тоже, я тоже сильно пострадал. Ведь гололёд отправил в небытие папин джин, который я с друзьями одолжил погонять. Правда, пока папы не было дома. Мы всех удивляли, порой пугали. Настало слуху и манне. Мы разознали, мы скажем, хватит. Эмоций по манне все и ранне. Хочется отметить остроту шуток, интересные сценки, смешные миниатюры и актёрское мастерство, которые показали команды. Меткость слова, взгляд на современную жизнь, высота голоса, глубина погружения в образ, продолжительность оваций и активность болельщиков – это только некоторые из критериев, оцениваемых жюри. По словам шеф-редактора журнала «Власть» Елены Паргиной, выбрать лучшего оказалось не так просто. На самом деле я участвую в жюри КВН уже третий раз. И сегодняшняя игра была самая интересная, самая актуальная, я считаю. И не только из-за того, что тут присутствовала команда высшей лиги, но в целом ребята очень хорошо подготовились и сыграли на все сто. Действительно, особое место в программе игры занимало выступление приглашенных гостей. Команды высшей лиги КВН «Флэш-Рояль» из города Ростов-на-Дону. Ребята имеют за плечами огромный опыт, но за нашу молодежь болели всем сердцем. Пока жюри принимали ответственное решение, звездный состав шутил для фурмановской публики. Я же тебя просил никому не говорить, а с тебя, как с гуся вода. Мы же столько прошли вместе гусиним шагом. Ты же жил у моей бабуси. Нет, ну все, уходи. Уходи, гусь. Вот и результаты. Кроме тройки призеров, в этот день также определились лучшие в номинациях. Лучший актриса, актер, сценический образ, оригинальность и самобытность, улыбка лиги. Победителями игры стали команды «Умственно усталые» из школы номер один и наследники седьмой школы. Ребята получили главный приз – кубок главы Фурмановского района, а также денежное вознаграждение. Эта игра была очень волнительной, самая напряженная, ведь это финал, это конец. Всего четыре команды и такая борьба всем очень понравилась, это было очень классно. Выигрыш куда планируете потратить? На студенческую жизнь. Также. Наследники! Не наследили, а оставили след в истории. В истории КВН! Ну что, расскажите, мальчики, как вам эмоции, как игра? Было очень круто, весело, не ожидали такого финала, но очень много смеха, юмора было. Мы долго готовились, нам все понравилось, игра была крутая и, надеемся, может, в будущем продолжим. Рассказывайте, как готовились? Мы готовились долго, каждый день собирались, грубо говоря, после уроков, иногда пропускали школу, ночами не спал наш уважаемый учитель Анастасия Сергеевна. Ну, готовились долго и вот заслужены награды за это. Фурмановский район с нетерпением будет ждать новые команды в следующем сезоне. Играйте в КВН ради профессиональной самореализации и приобретения новых друзей. Без сомнений, клуб веселых и находчивых заряжает позитивом, делает повседневную жизнь интереснее и открывает перед молодежью большие перспективы. Виктория Семенова, Виталий Усгринкас, Александр Кириллов, телеканал Фурманов ТВ.